Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Витязево и Анапской. После чемпионата мира по футболу 2018 года эти спортивные объекты передадут муниципалитету и останутся в пользовании Анапы. Их появление даст новый импульс развитию детского спорта на курорте. Мэр Анапы с объездом Витязева вместе со своим заместителем и главой сельского округа осматривает стадион. К началу строительства он должен быть освобожден от всех конструкций. Василию Апазиде Сергей Сергеев поручает – демонтированное имущество не должно лежать без дела, пока стадион будет закрыт. Тем более есть где применить. Местные предприниматели и тренеры строят в районе ДК – тренировочное поле. Как только у нас появляется график работы, они дают свой, да? Да. И говорят, что мы завтра заходим. Да, мы начинаем. Мы вместе с ними заходим. Я понял. Они заходят, начинают. Они с поля, наверное, начнут. Инфраструктуру. Теперь точки подсоединения. Это трансформаторная. Вот здесь, вот это насосная. Аэропорт строил давно. Она идет напрямую на КНС. Это насосная. Напорная. Канализация. Канализация. То есть здесь две точки есть, но здесь на что расширить. Найти грамотные инженерные решения для сетей водоснабжения, электричества и водоотведения. Ведь после чемпионата вся созданная здесь инфраструктура останется в пользовании муниципалитета. Стадион сам хороший. Поле хорошее. Ну, мне кажется, будет вообще сказано. Будет еще лучше. Не, ну они сделают. Содержать, конечно. Ну, будем находить деньги. В планах властей рядом с современным стадионом построить спортивный комплекс, чтобы открыть в Витязево спортшколу. Еще одна тренировочная площадка для команд-участниц чемпионата мира по футболу появится в станице Анапской на территории седьмой спортшколы. Сергей Сергеев строго определил задачу. Никаких сбоев в подготовке к строительству быть не должно. Финансирование будет осуществляться из средств федерального и краевого бюджета. Стоимость одного объекта 134 миллиона 400 тысяч рублей. Чтобы не было срывов по срокам федеральной целевой программы, краевой программы, согласно поручению Сергея Павловича мы оказываем всяческое содействие в подготовке в данный момент технических условий получения от инженерных служб в максимально короткие сроки. После спортивного события мирового масштаба Анапа станет полноправной хозяйкой двух замечательных объектов. Все лучшее детям. И это не просто слова. Юные анапчане и сегодня с удовольствием занимаются в спортивных секциях. С появлением же новых возможностей число маленьких спортсменов еще вырастет. Обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, поставив приоритет выполнение социальных обязательств перед населением курорта. Эту задачу глава Анапы назвал важнейшей для руководителей городских служб – распорядителей бюджетных средств. Минимум второстепенных трат, экономия и мобилизация доходов в бюджет, если коротко, тезисы прошедшего под председательством главы Анапы совещания. Эффективная бюджетная политика позволила увеличить объемы собственных доходов городской казны и снизить муниципальный долг, сформировавшийся на начало 2013 года, больше чем на 140 миллионов рублей. Рост численности населения города-курорта Анапа, увеличенные темпы инфляции, которые отмечаются в целом в стране за последнее время, создают дополнительную нагрузку на бюджет. Я хочу, чтобы вы понимали, что это и места в дошкольных учреждениях, и обеспечение комфортного обучения в средних образовательных учреждениях, и развитие инженерной инфраструктуры, содержание уличной дорожной сети, освещение, еще многие-многие наши социальные обязательства, которые мы должны выполнять. Плюс к этому, мы город-курорт, и к высокому сезону мы должны готовить город, все наши населенные пункты, находящиеся в Приморской части, по высшей категории благоустройства. Будет выработан комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета. Сергей Сергеев потребовал сократить траты на содержание управленческого аппарата, рассмотреть возможность слияния однотипных муниципальных учреждений, а все капитальные вложения направить в социальную сферу и благоустройство. При этом заработная плата рядовых сотрудников в сферах здравоохранения, образования, культуры не должна снизиться ни на рубль. Предложение в короткие сроки глава курорта ждет от своих заместителей и руководителей служб. Международная выставка Анапа «Самое яркое солнце России» – это площадка, на которой санаторно-курортные комплексы делятся опытом и наработками в области лечения и организации отдыха. Второй день этого масштабного мероприятия открыла конференция на базе постоянного научного партнера выставки – санаторно-курортного комплекса «Делуч». Об актуальности темы говорит и то, сколько зарегистрировано участников события – почти 200 человек. Это ведущие врачи и специалисты здравниц в области курортологии. Мы единственные, наверное, которые в Анапе сохранили хорошие лечебные базы в нашем санатории в Руси, в санатории Анапа, где внедряются новые методики, приобретается аппаратура. Это все обобщается и докладывается, как и здесь, так же на международных конгрессах и за рубежом у нас в России. Анапа, можно сказать, является центром курортологии, небольшим островком, который еще сохранилось. Уникальная образовательная площадка открылась в Анапе. Вложения в проект были колоссальными. Использовались только самые современные технологии. Обучение здесь смогут проходить топ-менеджеры крупнейших российских компаний. Преподавательский состав из швейцарской бизнес-школы IMD, которая сегодня считается одной из лучших в Европе. Для Анапы это возможность заявить о себе и как о современном образовательном центре, который может работать в круглогодичном режиме. Я думаю, что в Анапе много людей с мая по сентябрь. И поскольку зимой, конечно, здесь меньше людей, то это было бы прекрасно, если бы зимой могли бы использовать вот такие помещения как раз для образования. Технология, которая у вас здесь есть, она на том же уровне, если даже не лучше той, которую мы используем в Швейцарии. Как раз ваш рецепт переформатирования круглогодичный курорт по Анапе. Благоустройство Пионерского проспекта. О приемлемых для курорта сроках и обязательствах подрядчика говорили на выездном совещании с участием заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Переговоры, инициатором которых стали городские власти, принесли результат. Восстановление нарушенных газонов и дорожного полотна на Пионерском проспекте – вопрос, который глава курорта озвучил на краевом уровне. Ряд совещаний прошли с участием представителей министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Муниципалитет добился от заказчика и подрядчика выполнения своих требований. Накануне Пионерский проспект обследовала рабочая группа. На каждом участке, где идет строительство, остановка и оценка состояния. Замечания услышаны. И подрядчик, и заказчик знают свои обязательства. Все эти обязательства в любом случае будут исполнены. Но исполнены они будут, конечно, в рамках контракта, в рамках сумм, определенных федеральным краевым бюджетом. Что касается незавершения работы. Все работы идут в соответствии с графиком, даже опережая график. Подрядчик не снимает с себя обязательств. Думаю, что вовремя, качественно все работы будут завершены. И у города-курорта Анапы появится достойный объект, канализационный коллектор. Рабочая группа провела совещание прямо на месте. Требования муниципалитета предоставить график производства работ подрядчик, наконец, услышал. Были зафиксированы определенные сроки. Будут в течение двух дней предоставлены графики благоустройства нашей территории, Пионерского проспекта. Поэтому можно сказать, что сегодня наши переговоры уже вышли на определенный уровень. Стороны договорились решать возникающие вопросы в рабочем порядке. А подобные встречи теперь будут проходить чаще. Работа управляющих компаний часто вызывает вопросы. Навязывание услуг за дополнительную плату – факт достаточно распространенный. Как сберечь свои деньги, нам расскажет Светлана Бессараб, сопредседатель Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае. В настоящее время региональное отделение Общероссийского народного фронта проводит мониторинг качества выполнения работ управляющими компаниями. Мы собираем все сведения, поступающие от граждан, о нарушении их законных прав, о навязывании дополнительных услуг за дополнительную плату, о несоответствии тарифов ЖПХ, оказываемым услугам и работам. От жителей города-курорта Анапа в наш адрес также поступают возмущенные заявления на достаточную дороговизну услуг жилищно-коммунального хозяйства. Мы будем собирать все поступающие к нам обращения для того, чтобы провести потом анализ и передать соответствующим надзорным или контрольным органам эти заявки. Мы считаем, что проблемы или аппетиты управляющих компаний не должны ложиться на плечи платильщиков коммунальных услуг. Региональный штаб ОНФ призывает активных граждан поделиться своим мнением. Высылайте заявку на адрес электронной почты, указанной на экране, а также можно обращаться письменно по адресу город Краснодар, улица Октябрьская, 78. Все предложения будут рассмотрены и приняты миры. Количество незаконной рекламы в Анапе растет стремительными темпами. Объявления в подъездах, на столбах и барьерных ограждениях вдоль дорог, предлагающие финансовые супервложения, продажу, сдачу жилья и прочие сомнительные услуги сегодня стали нормой. Специалисты муниципального контроля провели чистку на улице Красно-Зеленых. На одной из центральных улиц города нельзя пройти метро, чтобы не наткнуться на какую-нибудь пестрящую заплатку, расхваливающую чьи-то товары или услуги. Засилье рекламных объявлений, которые украшают стены домов, остановки общественного транспорта, фонарные столбы, стволы деревьев, трансформаторные будки и другие, совершенно не предназначенные для этих целей поверхности. При этом, как отмечают горожане, очень редко кто-то из них подходит и читает такую рекламу, предпочитая газеты бесплатных объявлений или соответствующие интернет-сайты. Несанкционированная расклейка и развешивание объявлений и афиш расценивается как нарушение правил благоустройства и регулируется муниципальными нормативными правовыми актами. Однако, уследить за всеми листовками, которые ежедневно появляются в самых неожиданных местах города, а тем более поймать за руку расклейщика, невозможно. В Анапе сотрудниками ГИБДД регулярно проводятся профилактические мероприятия на дорогах. Сегодня стартовала операция под условным названием «Автобус». Безопасен ли сегодня пассажирский транспорт и на что нужно обращать внимание, нам рассказал начальник отдела ГИБДД по городу Анапа. С 7 по 18 февраля 2016 года в настоящее время на территории города-курорта Анапа и также в Краснодарском крае проводится профилактическая операция под условным названием «Автобус». Цель этой задачи – недопущение ДТП с участием водителей данной категории, а также предотвращение и выявление нарушений водителями, управляющими автобусом, недопущение правил нарушения правил перевозки пассажиров. К водителям автобуса будут приниматься меры административного воздействия, согласно кодексу административных правонарушений. Но и в то же время, если водитель будет управлять транспортным средством с техническими неисправностями и будет это повторяться несколько раз, то данным водителям будет приниматься также и уголовная ответственность, может быть применена. В Станице Анапской временно поменяется схема движения транспорта в связи с началом строительства подземного пешеходного перехода. Движение транзитного транспорта по улице Мира в районе рынка Николаевский с 24 февраля будет запрещено. Планируется завершить работы в полном объеме до 10 мая текущего года. А завершит выпуск прогноз погоды. Генеральный партнер программы «Новости» Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова